За многие годы существования проекта Коми Инкогнито, казалось бы, мы уже раскрыли вам все тайны нашей огромной республики. Именно поэтому сегодня мы решили вам рассказать о тех городах и небольших населенных пунктах, в которых нам посчастливилось побывать во время наших многих поездок. Начнем мы, конечно же, с Воркуты, самого северного города нашей республики. Он находится за полярным кругом, там, где вечна и мерзлота. В переводе с ненецкого название города означает «медвежий угол». Климатические условия здесь суровы, но для промышленности и экономики России Воркута имеет важное значение. Несколько сотен лет назад геологи обнаружили в этих местах огромные залежи каменного угля. Население маленького поселка увеличивалось быстрыми темпами в первой половине XX века. Люди ехали отовсюду на работу и оставались здесь жить навсегда. В наше время почти треть всех жителей работает на крупнейшем предприятии Воркута «Уголь», а остальные люди так или иначе связаны с этим предприятием. Город Воркута необычайно красив, полон достопримечательностей. Попав сюда, вы оказываетесь в местах, которые раньше могли наблюдать только на экране телевизора. В этом городе можно и нужно любоваться природными видами. Воркута – красивейший город Заполярье России. Все, что создано человеческим талантом и трудолюбием в суровых климатических условиях Арктики, вызывает восхищение. Замечальный город для отдыха, ведь именно тут есть полярная ночь, красивые архитектурные памятники и огромная тундра. Эта песня, она болгарская народная, пели ее в Болгарии, а слова переделывал их. Божик, который приехал из Болгарии, здесь работает, что ему постоянно в тайге надо на заработки, а когда на выходной он идет, и рыба съемка. Очень хорошо клюет на мизин. Река мизин течет, река мизин течет, рыба съемка клюет хорошо. А это Усагорск. Свое название поселок получил от небольшой таежной реки Ус и болгарского слова «гора». Гора в переводе «лес». В 1967 году Советский Союз заключил договор с Болгарией по заготовке леса на территории Коми АССР. Так появилось несколько поселков, в которых трудились и проживали болгары. Один из них – Усагорск. В конце 80-х в этом поселке проживали 12 тысяч человек. После распада СССР договор с Болгарией был расторгнут, и болгары уехали на родину. Но часть из них осталась. Они обзавелись семьями и полюбили северный край. Местные жители с теплом вспоминают то время. Дело в том, что когда в Советском Союзе был поваленный дефицит, в Усагорске в продаже было практически все. Советско-болгарское сотрудничество нашло воплощение не только в трудовых буднях. В поселке кипела настоящая культурная жизнь. Всем поселкам отмечались праздники, как советские, так и болгарские. Проводились фестивали искусств, и молодежи принимали дорогих гостей не только из республики, но и со всей России. И, конечно же, из дружественной Болгарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оно находится на берегу озера Бутканты. Бутканты в переводе на русский – ботать или ловить рыбу ботанем, то есть загонять рыбу в сети, стуча по поверхности воды. А ты – это в переводе озеро. Ну, как вы понимаете, рыбалка здесь просто сказочная. А еще на многих домах в Буткане прибиты таблички с пасами. Это такие родовые знаки у коми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А это уже знаменитая Ухта. Она стоит на одноименной реке. Именно на берегах Ухты была добыта первая нефть в России. В 1745 году рудоискатель Федор Придунов открыл нефтяной промысел. Земляное масло бочками он поставлял в Москву в качестве лекарства. В то время нефтяной бизнес оказался убыточным. Придунов закончил свою жизнь в долговой тюрьме. Уже в 1929 году на место будущего города пришла экспедиция. Сюда отправили заключенных из Соловецкого лагеря. Так появился ГУЛАГ, который со временем разросся по всей коме АССР. Сегодня в центре Ухты стоит памятник Александру Пушкину. В коме их всего четыре. Это точная копия скульптуры, созданной в 1937 году заключенным художником Николаем Бруни. Начальник Ухта-Печлага Яков Морозов поручил художнику извоять памятник поэту в честь столетия его смерти. Бруни слепил Пушкина из битых хирпичей, цемента и водопроводных труб. До того, как отправиться в лагерь, Николай Бруни успел поучаствовать в Первой мировой войне в качестве военного летчика и стать георгиевским кавалером. После того, как его самолет сбили, он стал священником-бессеребренником. Затем разочаровался в церкви и ушел в науку. Был профессором МАИ и даже авиаконструктором. Свою жизнь закончил в том же ГУЛАГе. По решению тройки был расстрелян через год после создания памятника в 1938 году. Заказчик скульптуры Яков Моисеевич Мороз пережил художника ненадолго. В 1940 году он был также расстрелян. Совсем недалеко от Ухты есть поселок Водный. Примечательно, что на его гербе присутствует элемент таблицы Менделеева «Ра». На месте будущего населенного пункта была добыта первая в России нефть, но свое название он получил благодаря воде. Вода была непростая. Когда пытались в этих местах добыть промышленную нефть, еще до революции в скважины пошла вода. Да не простая, а минеральная. Позже оказалось, что в минералке содержится радий. Этот радиоактивный металл и начали добывать водным. Работали на добыче в основном заключенные ГУЛАГа. Качали воду, выпаривали соли и солей добывали радий. Довольно сложные производства. Трубы, по которым перегоняли воду, были изготовлены из дерева. В то время считалось, что радиоактивная вода целебная. Пытались даже построить санаторий для лечения трудящихся, но что-то пошло не так. В 1953 году добыча радиоактивного элемента прекратилась. По подсчетам, водным был добыт 271 грамм ради. На тот момент в мире этого металла добыли всего 2,5 килограмма. На экране вы видите зеленые деревянные дома. Они стоят на улице, которую в народе называли «Жирный ряд». Именно в этих домах проживало руководство лагеря. После закрытия промысла в водном был построен завод «Прогресс». На нем производили керамику, в том числе и для военных нужд. А еще здесь рядом с домом культуры стоит памятный знак в виде единицы. Именно в водном появилась первая электростанция в Коне. Сегодня деревня Синдер Книжпогорского района почти заброшена. Сюда приезжают на лето бывшие ее жители. Дорога до нее грунтовая. Проехать проблематично, можно легко заострять. В конце 50-х годов возле Синдера вела раскопки археологической экспедиции. Именно здесь нашли фрагмент самой древней лыжи в мире, возраст которой 7 тысяч лет. От деревни по узкой речке Вис можно добраться к Синдерскому озеру на лодке. Это второе по величине озеро в республике Коми. Его длина 14 километров. Название озера Синдер состоит из двух слов. Син в переводе глаз и дор рядом. Возможно, оно произошло от формы озера, которое имеет форму глаза. С деревней Синдер и озером связана Коми-легенда об удачливом охотнике Иркопе. По сказанию, Иркоп нашел свое дерево-двойник, из него он сделал лыжи. Эти лыжи обладали очень высокой скоростью. Ни один зверь не мог уйти от охотника. Лыжи несли его туда, куда он захочет. Чтобы они притормозили, достаточно было бросить перед ними шапку или рукавицы. Однажды охотник убил голубого оленя, догнав его на Уральских горах. Перед смертью олень превратился в девушку, умолявшую охотника не убивать ее. Но он, желая насладиться удачей, все же ее убил. Свою же гибель Иркоп нашел на озере Синдер, когда оно было покрыто льдом. Девушка-олень оказалась дочерью колдуньи. Ведьма решила отомстить ему и опоила героя водой после стирки его портянок. Тогда Иркоп отяжелел и провалился под лед, когда переходил озеро. Старинное село Книжпогорст. Оно находится на правом берегу реки Вым в республике Коми. Село упоминается с 1490 года. Своё название населенный пункт получил не просто так. С 1451 по 1502 год здесь находилась резиденция вымских князей, которые управляли этим краем. В середине 15 века русские князья начали объединяться вокруг московского князя Василия II. Несколько раз он терял престол, а в 1446 его ослепили. Ослепший князь получил прозвище Василий Темный. В 1447 году Темный все-таки вернул себе трон. Среди его подвижников были князья Верейские. По одной версии, когда власть Василия окрепла, он наградил Ермолая Верейского в отчиной Новыми реке. Ермолай с сыновьями Василием и Михаилом обосновался в городке. Книжпогостин. Так появилось вымское княжество. По второй версии, книжпогостские князья были из местных пермян. Верейскими же стали по ошибке переписчика. Дело в том, что в древнерусской скорописи буквы В и П были схожи. Так князья пермские стали князьями верейскими. Книжпогостин. 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 А сейчас мы уже в деревне Ляли. Она стоит тоже на берегу реки Винь. По одной из версий, креститель Стефан Пермский проплывал в 14 веке на лодке мимо этого поселения. Пристав у берега, он встретил веселых местных жителей, которые пели и плясали. Стефан строго заявил, вы поете и веселитесь, значит будете называться Ляли. Ляли, ляли, загуляли просто так, ляли. Не то, что дети ляли, а ляли, загуляли и кошечки проклинали. Кошечки ели белок. Нигде такое же не ели, белок же не едят. Собакам кормят, курку берут. После Великой Отечественной войны в деревне содержались пленные немцы. Лильчанин и Гошин Леонид Ильич помнят это время. Была драка на берегу. Немецкие солдаты били своих эсэсовцев, солдат. Все простые солдаты били по грамм и топорам, чем попало. А за что били? Мол, зачем мы на них напали, на этих русских? За что? Простые солдаты только поняли. Главной достопримечательностью Ляли является храм Богоявления Господнем. Здание храма является памятником архитектуры и охраняется государством. Во время съемок здание было в печальном состоянии, но сегодня его начали реставрировать, установили купола, облагородили внутренние помещения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Село Серегово Княжпоговского района стоит на соляном куполе. Еще при Иване Грозном здесь появился завод по добыче соли. Свое название Серегова получила не от имени Сергей, а от ненецкого слова «сэр», то есть «соль». Еще до купцов Строгановых здесь бывали ненцы, которым необходима была соль для сохранения мяса и рыбы. Соль добывали просто – выпаривали соляной раствор. Со временем солезавод сменил множество хозяев. Соль из Серегова продавали в Архангельске, на Вятке и даже в Москве. Отличалась эта соль особенной белизной. В 17 веке соловецкие монахи при помощи стрельцов попытались произвести рейдерский захват производства соли, но местные жители отстояли завод. На месте конфликта сейчас стоит деревянный крест. В 20 веке в Серегово было уже три относительно больших предприятия – солезавод, завод по производству извести и бальнеологический санаторий. Из них санаторий остался последним действующим. На другом берегу реки Вынь начали строить новое большое место лечения еще в 80-х годах прошлого века. Но так и не достроили. Нарушения технологий при добыче соли привели к тому, что в те же самые 80-е в селе Серегово провалился под землю целый дом. К счастью, жильцы успели эвакуироваться, и никто не погиб. Глубина провала составила 80 метров. Его засыпали песком, но со временем на этом месте вновь образовался овраг. От старинного производства в Серегово остались покосившаяся бревенчатая башня, в которой скважины добывали соляной раствор, и полуразрушенный амбар по имени Миледа. Оба строения пропитаны солью. Еще напротив села, посреди реки Выми, есть два острова. Около острова Разлуки часто тонут люди, поэтому его так и назвали. На второй же остров, по рассказам местных, отправляются пары, которые долго не могут завести детей. Поэтому остров и называется «Остров любви». АВТОБОЛОВИ АВТОБОЛОВ АВТОБОЛОВ Книжпогорский район Здесь расположена одноименная станция железной дороги, ведущая в Иркуту, о которой мы уже говорили У населенного пункта довольно интересное название, к коему языку предположительно оно отношения не имеет Поселение построили рядом с речкой Йосер, этимология которой связана с ненецким словом, которая означает неизменное болотистое место Когда-то в Йосере находилось паровозное депо, сегодня здесь живет около 170 человек В начале 60-х прошлого века в этих местах служил вухровцем уже упомянутый Сергей Донатович Довлатов В своей зоне он упоминает Йосер И довольно удивительно, что в таком небольшом коме-поселке стоят довольно добротные каменные дома КОНЕЦ КОНЕЦ Троицкий-Печорск Троицкий-Печорск Он является административным центром, собственно, Троицко-Печорского района Республики КОНЕ Поселок находится на левом берегу Печоры, в месте впадения в нее реки Северная Мылба Название населенного пункта связано с церковью во имя живоначальной Троицы По легенде, в месте, где позже возвели эту церковь, святитель Стефан Пермский убил злого колдуна Кыску Наказав его так за смерть христианской девушки Ульяны По КОНЕ Троицкий-Печорск называется Мылдин, что означает «Устье реки Мылдин» Ну и, кстати, интересный факт В поселке Троицкий-Печорск построили одну из самых длинных в России пятиэтажек В этом доме аж 52 подъезда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А это село Ипп, находится оно в Сыктывдинском районе Ипп, наверное, самое короткое название населенного пункта в России, начинающееся на букву И Ипп переводится с коми как возвышенность И не зря, он, как Рим и Москва, расположился на семи холмах Первое упоминание о селе было в 1586 году в сотной спецовых книг Огарева и Подьячева Юрьева на Сысельскую волость В этом документе было написано, что в 1586 году в Ибе находилось два погоста Иб-Большой и Иб-Меньшой, вокруг которых располагались деревние починки Одна из местных легенд гласит, что в 1383 году здесь побывал Стефан Пермский Просветитель пермян плыл в отчу посмотреть на строительство монастырской церкви По пути он решил провести проповеди на Ибских холмах Но местные жители встретили епископа недружелюбно Кидали в него камни и не давали лодке пристать к берегу Стефан, возмущенный таким приемом, прозвал одну из деревень худой деревни Сегодня это местечко худой грест А в 20 веке деревушки объединили в село Иб Стефан, возмущенный таким приемом, прозвал одну из деревень худой деревни Редактор субтитров А.Семкин Ну и на сегодня последняя точка нашего путешествия Деревня Коквицы Это уже Усть-Вымский район Деревня стоит на левом берегу Вычигды По коме деревня называется Отт Что означает просторы Река Вычигда огибает возвышенность, на которой расположились 13 населенных пунктов Эта местность на родине называется Коквицкой горой Местные рассказывают, что в 1898 году, тогда еще село, Коквицы посетил великий князь Сергей Александрович Дядя Николая II в то время путешествовал по северному краю Жители Коквицы постелили для него дорожку и самотканых половиков от парохода до церкви Но князь демонстративно прошел по грязи, не наступая на них, не хотел пачкать Из уважения к высокому гостю, эту тропинку назвали дорогой князя В 1905 году Сергей Романов был убит в Москве террористом Иваном Каляевым Примечательно, что бомбист Каляев тоже оказался связан с этими местами Пароход Иван Каляев ходил по Вычигде и Северной Двине впоследствии Во время гражданской войны на Коквицкой горе шли бои Люди гибли с обеих сторон В советское время в деревне на высоком берегу Вычигде установили памятник погибшим красноармейцам Говорят, чтобы не подвергаться критике, скульптор предал лицу воина черты лица Иосифа Сталина Это была лишь малая часть населенных пунктов, которые нам удалось посетить в наших рабочих поездках Ждите продолжения нашего дорожного дайджеста Редактор субтитров А.Семкин